добрый день дорогие друзья коллеги рада видеть всех кто нашел время проведет ближайший час компании one touch and travel и нашими дорогими партнерами из узбекистана максим добрый день у вас пока выключен звук добрый день добрый день максима коллеги всем еще раз добрый день пожалуйста отметить в чатике как нас слышно и видно оксана добрый день здравствуйте проверим связь чтобы мы были здесь максимом не вдвоем да чтобы тоже нас видели и слышали и могли начинать наш вебинар сегодня отправляемся в узбекистан узбекистан уже не первый вебинар с нашими партнерами компании one touch and travel популярнейшее направление впереди осень и на нашем сайте уже можно сбронировать туру с гарантированными местами и были там что самое главное не только из москвы а также из санкт-петербурга и казани коллеги жду еще ваших реакций в чате и будем переходить к нашему вебинару забегу сразу немножечко вперед что запись вебинара будет выложена в наших социальных сетях ютюбе и рутюбе если вдруг по каким-то причинам не можете найти конкретный вебинар или не знаете как найти нашу компанию one touch and travel в социальных сетях напишите я вышлю вам все ссылочки чтобы вам было удобно получать самую свежую информацию дам всегда вовремя так марина спасибо что написали в чат всем еще раз добрый день представляю вам максима максим нашего партнера максим и сегодня расскажет нам как раз про узбекистан и как раз про осень до начала такого осеннего сезона будем готовиться заранее максим вам слово добрый день дорогие коллеги продолжаем нашу такую же хорошую традицию знакомиться с турами в узбекистан мы уже с вами встречались в апреле и я вам уже рассказывал про наш вот этот блочный тур магический узбекистан но сейчас уже расскажу про его такую осеннюю модификацию потому что все-таки весна и осень это оба сезона у нас такие самые лучшие самые комфортные для посещения узбекистана но все-таки в них есть различия и вот поговорим и о самом туре и о том в чем отличие весеннего узбекистана от осеннего так я надеюсь всем видно нашу презентацию значит тур у нас называется магический узбекистан это классическая программа по узбекистану то есть здесь собрано можно сказать самое лучшее мы иногда называем эти города по аналогии с золотым кольцом россии мы называем золотое кольцо узбекистана то есть тут собраны наши четыре самых интересных города где сосредоточено максимальное количество культурного наследия исторического наследия архитектуры то есть самые интересные четыре наших города и еще отличительная особенность этого нашего тура в том что здесь у нас включены авиаперелеты пакет то есть мы выгодно отличаемся от многих наших конкурентов потому что понятно что узбекистан направление популярное много кто его продает сейчас у нас включены авиаперелеты и вот обо всем этом подробно мы сегодня с вами будем говорить так что поехали добро пожаловать узбекистан как я уже сказал здесь будет у нас туре четыре города ташкент самаркан бухара и хива это классический маршрут и мы стараемся этот тур постарались сделать формате увеличение вау эффекта от меньшего к большему то есть вау эффект понимаете что например если человек попадает средневековый город где все так вот такое старинное где запрещено строить современные здания это его эффект максимальный у него то есть максимальный контраст с тем местом где он привык жить поэтому это мы оставили на самый конец прилетаем в ташкент ташкент это мегаполис 3 миллиона жителей самый крупный город центральной азии и последние годы здесь ташкенте массовое строительство город очень так активно бурно развивается и сейчас у нас уже даже есть два небоскреба при том что у нас регион сейсмо активный но тем не менее даже при этом учет учете все равно сделали у нас построили небоскребы у нас построили современные парки вот которые вы видите сейчас на фото это например у нас парк ташкент-сити то есть там поющие фонтаны там иллюминация там ну в общем абсолютно современный мегаполис местами местами он конечно еще сохранил и советскую архитектуру и дореволюционную архитектуру об этом мы всем тоже поговорим но в целом это город современный то есть когда турист прилетает первый пункт назначения свой город ташкент сильного такого огромного контраста не происходит дальше идет самарканд в самарканде город тоже довольно современный и довольно крупный это третий город в стране по величине после ташкента и на мангана то есть самарканде тоже много высотных зданий большие улицы широкие и объекты объекты показа исторические архитектурные они там разбросаны по городу то есть нету такого цельного ощущения что ты в древнем городе только когда ты попадаешь на какой-то определенный объект но уже гораздо больше конечно таких крупных средневековых объектов дальше бухара в бухаре уже получается исторический центр он весь такой старинный то есть там нету там запрещено строить высотные современные здания там не ездят машины в основном на улочках бухары где основные экскурсии проходят у нас то есть вау-эффект уже выше и наконец последний город куда приезжают наши гости это хива в хиве вообще весь город и чан-кала это внутренний город то есть внутренняя крепость хивинская она вся законсервирована это мы ее называем музей под открытым небом то есть это исключительно такой вот древний город там нету современных зданий только те которые те которые есть они стилизованы под древние то есть там ни за что глаз современной не цепляется и вот там уже как говорится крышу сносит окончательно то есть полностью окунаешься вот в этот вот старинный город действительно как будто попадаешь на машине времени назад на несколько столетий поэтому от такого более современного города к более древнему более такому древнему окружению вот мы тоже продумали потому что бывают программы наоборот которые начинаются в хиве заканчиваются в ташкенте такой такой же классический маршрут но в данном случае тогда получается что вначале все самое крышесносное а в конце уже город более похожий на места где проживают туристы поэтому мы решили именно так эту программу логистически устроить по поводу наших гарантированных вылетов могу вам сказать мы весной уже эту программу проводили у нас были вылеты из москвы и санкт-петербурга и кстати пока лидирует у нас санкт-петербург то есть санкт-петербурга больше туристов у нас приехала по весной надеюсь что осенью из москвы тоже будет у нас много туристов мы ждем наших гостей у нас все забронировано и мы решили еще пробно взять две гарантированные даты вылета из казани почему так мало ну попробуем если пойдет если эти даты загрузятся то на весну следующего года мы возьмем уже тоже семь восемь дат из казани у нас наши вылеты это по 20 человек каждая группа максимально по 20 минимально по три человека то есть если у нас набирается хотя бы три человека на любую из вот этих дат которые вы видите перед собой мы тур запускаем при том что при трех людях конечно нам это невыгодно но нам все равно мы все равно будем его проводить потому что нам важно чтобы нам важно сохранять нашу репутацию и чтобы вы все видели что мы готовы даже ущерб себе иногда проводить такие программы для совсем маленькой группы при том что для трех четырех человек это уже получается как индивидуальный тур но по цене группового эти даты ну это как будет повтор и эти даты я думаю и на сайте уже висят можно будет там их посмотреть вот так выглядит карта узбекистана и маршрут маршрут тура нанесен на карту значит начинаем с ташкента дальше самаркан бухара и хива с ташкента до самарканда 300 километров самарканда до бухары 250 километров из бухары до хивы 450 километров получается да достаточно длительные переезды часто мы такой вопрос слышим почему например не на поездах у вас же есть скоростные поезда это у нас да это у нас больная тема узбекистане у нас есть скоростные поезда они сейчас ходят с ташкента до бухары то есть ташкент самарканда ташкент бухара есть скоростные поезда но дело в том что весенний и осенний сезон очень сложно найти на них билеты потому что ну идет какая какая-то какая-то нестыковка в управлении железных дорог то есть поезда только появляются в наличии а мест уже нету в общем эта проблема давнишняя пока она не решается и поэтому мы предлагаем всем нашим гостям по сборным туром мы предлагаем перемещение на комфортабельном туристическом транспорте с кондиционером на самом деле он ничуть не уступает скоростным поездам ну разве что немножко дольше едет так можно в любом месте остановиться сделать передышку пофотографировать так как с группами едет гид сопровождающий он расскажет что-то по пути то есть есть на самом деле преимущество путешествие на туристическом автобусе либо микроавтобусе и также можно всегда попросить водителя вот здесь вот остановитесь ну если это возможно он всегда остановится фото стоп или остановка по требованию в туалет в общем все это в отличие от поезда можно сделать когда едешь на автобусе программы у нас немножко отличаются программы вылетов из трех городов то есть вот как вы видите из москвы и санкт-петербурга программы у нас по 8 дней и вылетают они в разное время в разные дни недели из казани программа отличается и она у нас 7 дней значит из казани и санкт-петербурга получается ночные рейсы то есть вылет вечером прибытие уже утром везде у нас включены ранние заезды то есть некоторые компании они никогда не включают ранние заезды чтобы дешевить тур но мы вот вообще в этой программе мы взяли за основу чтобы нашему гостю было максимально комфортно пусть даже это будет немножко дороже но чтобы ему было комфортно чтобы человек после ночного перелета где он летел всю ночь прилетел незнакомую страну чтобы ему не пришлось ждать где-то до полудня до двух часов дня чтобы пока его заселят нет сразу мы заселяем и даже сразу кормим завтра кормим завтраком когда он немножко отдохнет и будет готов к этому и в этот день конечно следующий в день прибытия экскурсия начинается не так уж рано чтобы гости могли немножко отдохнуть в случае с московскими программами здесь более удобный рейс он прилетает в 1730 и мы включили ужины для московских групп потому что когда гости только прилетели они еще не очень ориентируются в стране то есть вот вроде вечер надо куда-то пойти покушать а куда где поменять деньги и так далее поэтому мы везем их и кормим ужином уже сразу в первый день а вообще в программах ужины не включены программа включены завтраки обеды то есть полу пансион но в московской программе включен первый ужин чтобы тоже гостям было проще вижу вопрос сколько пакс группе значит как я уже сказал от 3 до 20 человек то есть от 3 мы уже гарантируем вылет по всем датам которые вы видели в предыдущем слайде вот они сами программы подневные ну как видите московская программа и питерская программа они у нас практически одинаковые единственное отличие это в том что рейсы прибытия в москве вечерний а в питере утренние в остальном программы совпадают программа из казани у нас немножко другая объясню почему потому что из города ургенч который находится возле хивы в хиве нету своего аэропорта хива маленький городок и из хивы улететь невозможно поэтому московские и питерские группы с хивы едут 35 километров до ургенча это областной центр оттуда улетают потому что в москву и в санкт-петербург есть прямой рейс из ургенча в казань нету прямого рейса из ургенча поэтому мы программу переделали поэтому они прибывают в ташкент и потом внутренним авиаперелетом летят в ургенч то есть программа получается как бы наоборот потом переезжают бухару потом самарканд и уже самарканда они летят домой потому что из самарканда есть прямой рейс в казань только из ташкента и самарканд из других городов нету поэтому казанскую программу мы его так переделали но на самом деле все те же объекты все те же города просто логистика немножко другая под рейсы и вот этот внутренний перелет ташкент ургенч у казанских групп он тоже у нас на блоках то есть мы тоже уже держим эти места мы держим 20 мест то есть тоже не нужно переживать что не останется билетов билеты уже все есть немножко расскажу вообще что мы смотрим в городах про ташкент я уже два слова рассказывал значит это большой мегаполис это столица это культурный центр в ташкенте мы не показываем все вот эти новые парки все вот эти новые объекты потому что они конечно интересные красивые но в москве в санкт-петербурге тоже хватает таких объектов поющих фонтанов то есть здесь у нас гости всегда могут самостоятельно поехать посмотреть например у нас есть два современных парка это ташкент сити и magic city такие парки развлечений с фонтанами с бутиками с ресторанчиками то есть где можно погулять именно такой современной атмосфере но мы туда специально не везем мы все-таки стараемся показать культурное наследие историческое наследие поэтому конечно вот на первом фото вы видите мы везем конечно же гостей в хаст имам хаст имам это религиозный комплекс ташкенте 2007 году ташкент был на год был объявлен столица исламского мира для этого нужно было построить достаточно крупную мечеть чтобы туда вмещалась определенное количество значит малящихся и вот был построен хаст имам но в составе есть старинные медресе составе хаст имам и там внутри лежит самый старый коран в мире оригинал конечно же это место паломничество огромного количества туристов мусульман то есть у нас мы проводим например туры для ну для гостей из арабских стран из турции и конечно они туда в первую очередь все едут посмотреть на это это интересно посмотреть и не только мусульманам это но это как бы реликвия уже этот коран это реликвия то есть посмотреть как сохранился с 7 века огромный такой вот коран там страниц такие их уже страшно трогать ну трогать их никто и не разрешит конечно ну то есть такое наполовину истлевшая книга наша реликвия это у нас находится в старой части ташкента хаст имам и там же это вот под ним фото видите базар чорсу это известный наш рынок ташкентский где был так очень колоритно где сразу у гостей разбегаются глаза все хочется попробовать все хочется купить там огромное количество орешков сухофруктов всяких сладостей и свежих фруктов овощей то есть это такой большой колоритный восточный базар там можно гулять покупать просто смотреть фотографировать там и достаточно колоритные продавцы дружелюбные веселые кто-то что-то рассказывает то есть они в общем туристов не не стесняются потому что ну это такое место популярное среди туристов сверху центральное фото это у нас центральный сквер сквер тамерлана он же амир тимур это у нас такая одна из ключевых фигур вообще нашей истории то есть это у нас можно сказать как национальный герой национальный лидер исторический вот сквер амир тимура всегда включается во все программы потому что там богатая история сквер кстати переименовывался насколько я помню 17 раз со дня основания то есть он основан еще царские времена еще в 19 веке вот с тех пор там менялись монументы и там менялись название изначально это называлось соборная площадь дальше справа от монумента амир тимура это вы видите это площадь мусту килик площадь независимости тоже обычно входит во все экскурсии интересное место и там же у нас вечный огонь и скорбящая мать тоже место которое всегда показываем нашим туристам снизу по центру это у нас большой академический театр имени алишера новаи построены в сороковые года очень интересная архитектура то есть тоже недавно кстати отреставрированный тоже у него такая интересная история и он тоже находится в самом центре города и гости всегда его смотрят и на последнем фото у нас это монумент мужа в ташкенте 66 году произошло ужасное землетрясение которое буквально разрушила город и со всего советского союза приехали люди помогать восстанавливать город и вот этому событию посвящен памятник памятник такой очень характерный интересный и там есть на переднем плане гранитный клуб который расколот на две части там вот как раз был эпицентр этого землетрясения вот такая экскурсия у нас по ташкенту то есть эта экскурсия у нас днем эта экскурсия у нас получается до обеда мы смотрим старый город потом обедаем и потом после обеда мы смотрим новую часть города вечером если гости хотят они сами идут смотреть уже остальные объекты потому что в ташкенте много объектов тем более что ужин у них самостоятельный то есть они уже сами выбирают где вечером прогуляться и где по ужин если хотят могут все вместе и даже с гидом пойти то что гид сопровождающий с ними от и до но чаще всего мы специально мы долго думали на самом деле мы хотели сначала ужин и тоже включить пакет но потом долго думали советовались коллегами нам сказали что нет вы знаете все таки у нас гости из россии они любят хотя бы вечером где-то сами немножко погулять сами выбрать место где пообедать поэтому где поужинать поэтому ужины мы не стали включать программу чтобы дать немножко свободы нашим гостям дальше у нас самарканд самарканд вообще сейчас наверное такой самый популярный туристический город по всей центральной азии сейчас большие усилия уделяются тому чтобы раскрутить этот город он он и так уже раскручен причем даже советского времени но сейчас еще дополнительные усилия то есть это у нас как наша туристическая столица вообще город самарканд и конечно же вы наверное слышали про сил кроуд комплекс это новый комплекс достаточно большого размера с десятью отелями который построен возле самарканда ну получается уже за пределами города возле кольцевой дороги мы его тоже теперь включаем программу то есть мы включаем и классическую часть экскурсии и обычно везем гостей посмотреть на сил кроуд комплекс если вы смотрели шоу выжить самарканде вы могли видеть его ведущий павел воля вот как раз в этом сил кроуд комплексе они его снимали и вот эти все конкурсы все проходило именно там и по вечерам они иногда ездили смотреть в центр города ездили смотреть регистан и остальные объекты поэтому можно еще и гостям и про это тоже этот факт тоже рассказывать что вот вы видели передачу выжить самарканде ну многие скажут да конечно очень понравилось очень здорово захотели вот даже сами приехать и вот можно сказать а вот если вы возьмете наш тур вы даже попадете все места где она снималась конкретно вам покажем значит что у нас включает в себя экскурсия по самарканду вот из того что вы видите конечно же самый самый известный объект это регистан он у нас в центре центральное фото то есть это комплекс из трех медресе такой очень величественный очень большой очень много туристов туда при приходит обычно мы его смотрим заходом внутрь потому что например вот в центральном медресе очень красивый купол изнутри такой покрытый золотым узором и там есть оптический обман то есть купол вот который вы видите на фото купол центрального медресе телля кори он снаружи выглядит выпуклым а изнутри он выглядит плоским как блюдца это оптический обман то есть это специально так сделано то есть это все гид рассказывает все это показывать то есть не только вот общая картинка да хотя конечно наверное такое самое инстаграмное место но и внутри тоже заходят смотрят там также можно приобрести сувениры там много сувенирных лавок вот обычно гид рассказывает немножко и потом даем гостям время самим погулять на объектах такого масштаба потому что мы здесь можно долго гулять три огромных медресе на первом фото верхнее левое это у нас гур и мир это у нас мавзолей тамерлана мир тимура и его сыновей и внука лукбека тоже такое очень знаковое место по легенде когда археолог герасимов вскрыл гробницу тамерлана началась великая отечественная война ну там так совпало что вот именно в этот день и поэтому гид всегда рассказывает что считается что вот герасимов выпустил духа войны и что нельзя было этого делать в общем туда тоже заходим смотрим гид все рассказывает там интересное такое место и достаточно воображение разыгрывается потому что понимаешь что здесь похоронен один из таких самых легендарных вообще мировых полководцев также его потомки значит под ним фотография это у нас шахи зинда нижняя в это тоже комплекс мавзолеев разных эпох тоже у него там есть свои легенды это все гид рассказывает это же вот синяя майолика мозаика очень так фотогенично тоже можно фотографироваться на фоне тоже очень любят все туристы это делать так правое верхнее фото это у нас мечеть бибиханум это мечеть любимой жены тамерлана она интересна тем что у нее входной портал самый большой сохранившийся входной портал вообще из старинных зданий узбекистана он огромный то есть на него смотришь снизу вверх аж не можешь поверить что такое могли построить 600 лет назад то есть это колоссальных размеров мечеть и там внутри во дворике стоит такая мраморная подставка под вот тот самый коран который вы до этого увидите в ташкенте то есть раньше этот коран находился в самарканде а потом там у него такая очень длинная судьба и в итоге он перекочевал он и в петербурге был он тип уфе был и вот в итоге он попал самарканд в ташкент значит центральное фото у нас снизу это базар сиап еще один интересный базар вот в ташкенте мы уже знали про чурсу базара это сиапский базар там тоже продают фрукты сладости тоже такой вот колоритный восточный рынок тоже мы предупреждаем туристов не потеряйтесь давайте собираемся вот здесь в том же месте там через час например то есть такой шумный веселый вкусный базар обычно мы даем 40 минут час чтобы туристы погуляли что-то купили поторговались по фотографировали то есть обычно все очень довольны после посещения этого места и вот справа от базара фотография это у нас фабрика бумаги она у нас обычно не вход не входит стандартную экскурсию по самарканду но так как у нас программа достаточно такая насыщенная мы ее решили тоже включить здесь из коры тутовника по старинным технологиям готовят бумагу место такое очень интересное и туристы могут сами попробовать тоже поучаствовать в этом процессе обычно туристам дают пошлифовать эту бумагу то есть она толкут в такую кашицу потом она ее там процеживают она застывает и потом ее надо шлифовать вот туристам дают тоже принять участие и в конце этой демонстрации туристы могут купить себе сувениры из этой самаркандской бумаги и как раз вот в той стороне вот эта фабрика бумаги она у нас уже немножко в стороне от центра находится как раз на пути в силк рот комплекс это вот последнее фото правое нижнее получается что в любом случае они едут в ту сторону поэтому заезжаем еще фабрику бумаги смотрим силк рот комплекс мы смотрим обычно вечером потому что там вечером более красиво там очень такая красивая подсветка современная мы смотрим конечно не весь комплекс потому что это огромный комплекс большим количеством отелей ну какой смысл смотреть отели мы смотрим вечный город вечный город это именно такой вот туристический комплекс который создан внутри самаркан силк роуда там Там макеты миноретов, мидресет, там узоры, мастер-классы, то есть там просто интересно погулять, походить, такой вот небольшой средневековый городок, построенный буквально 4-5 лет назад. То есть по Самарканду максимально мы смотрим все, что я вам рассказал, и обычно туристы очень довольны остаются, в том числе и новыми объектами, которые в классическую экскурсию не входят. И дальше мы едем в Бухару. Бухара город очень сильно отличается от Самарканда, просто совсем отличается. Например, Самарканд, он, самаркандские объекты, они покрыты голубой мозаикой, то есть Самарканд, можно сказать, исторический, он такой вот синий-зеленый-голубой, а Бухара, она желтая. Бухара, она кирпичная, и она более древняя. То есть если в Самарканде объекты сохранились со времен Тамерлана, то есть это где-то конец 14-го и 15-й, 16-й век, то в Бухаре многие объекты сохранились 10-11 века, и у них нет облицовки. То есть они такие желтые. В Бухаре у нас экскурсия по историческому центру включает несколько очень таких интересных объектов. Вот, например, на первом фото, верхнее левое, это у нас крепость Арк. Это Бухарская цитадель, у которой несколько тысяч лет, но она по-разному выглядела, много раз перестраивалась и в таком неплохом виде сохранилась, и туда внутрь можно зайти. И, кроме того, что там есть музеи внутри, и можно посмотреть вообще, как была устроена Бухарская цитадель, недавно, буквально в прошлом году, там еще открыли доступ на сами раскопки. То есть эта цитадель огромная, и там внутри есть, все еще идут раскопки. И раньше туда не пускали простых туристов, а сейчас пускают. То есть можно тоже зайти, посмотреть, как проводятся раскопки, и сфотографировать Бухару с высоты. Там очень красивые виды, вот, обычно туристы очень больные. На второй фотографии, центральной, сверху, это у нас визитная карточка Бухары, это у нас комплекс Калян, или Калон, по-другому. Это минорет, 46-метровый, очень такой красивый, он такой один из центральных видов Бухары вообще. Вот этот минорет, он всегда присутствует, это символ города. И сама мечеть Калон. Мечеть, самая большая в Бухаре историческая мечеть, тоже объект паломничества, очень такая интересная. Внутри она с белыми такими колоннами, то есть тоже и инстаграммное место в том числе, то есть можно туда во дворик зайти, пофотографироваться. Ну и в целом, такое историческое и религиозное значение. И то, и то, это объекты 10 века. И, например, вот минорет Калян, с ним связана такая легенда, что когда монголы взяли Бухару в 13 веке, они очень много зданий разрушили. И хотели разрушить минорет Калян тоже. Но когда они подошли к нему, они стали смотреть на него снизу вверх. И Чингисхан поднял голову, и у него упал шлем с головы, чтобы посмотреть наверх минорета. И он сказал, что ни перед кем он еще не снимал шлем, поэтому, ладно, этот комплекс я разрушать не буду, он сказал. И вот он сохранился с тех пор. Эту легенду обычно тоже рассказывают туристы, гиды. Я вам рассказываю, на самом деле, малую часть от того, что обычно рассказывают, потому что про каждое место есть иногда десяток легенд. То есть гиды знают, как что подать на месте. Гидов мы профессиональных используем, конечно же. То есть гиды не первый год этим занимаются и знают, куда поставить группу, с какого места лучше показать. То есть даже знают такие вещи, как в какой момент к какому объекту лучше подходить, чтобы, например, солнце было за спиной, чтобы фотографировать можно было. То есть даже такие моменты стараемся учитывать, насколько это вообще возможно. Так, значит, правое фото большое. Это у нас Лябихаус, это центральный пруд Бухары. И интересен тем, что в Бухаре раньше вообще вода хранилась вот в таких прудах. То есть там набирали воду, и в городе их было очень много, их были десятки. Сейчас сохранилось их несколько. Ну вот Лябихаус, это центральный такой пруд. Хаус, это пруд вообще переводится. И по берегам растут тутовники, которым по 400 лет. Причем некоторые из них до сих пор еще живые. Тоже верится с трудом, но это факт. В общем, по историческому центру Бухары много очень всего. Здесь, конечно, далеко не все показано. Вот, например, центральная нижняя фотка. Это бухарская кузница. Таких две в Бухаре. Тоже интересно зайти, посмотреть вообще, как тоже они стараются по старинным технологиям работать. То есть не используют какие-то автоматические меха, как вот когда-то в старину все это делают. Причем там можно не только какие-то ножи они производят. В Бухаре, например, есть ножницы бухарские. Они выглядят так в форме аиста металлического. Это тоже один из таких символов. То есть многие туристы покупают именно на память такой сувенир из Бухары. Это вот эти ножницы аист. Как раз вот в этой кузнице это можно купить. Это обязательно тоже посещают гости во время экскурсии. И левая нижняя фотография. Это у нас что-то вроде загородной дачи. Это загородный дворец последнего эмира Бухары. Называется Ситараи Махихаса. Что переводится дворец луны и звезд. Что здесь интересно, что уже используется при строительстве уже видно влияние России. То есть используются некоторые какие-то смешанные элементы русские и восточные. Поэтому, когда там внутри находишься, кое в чем угадываешь санкт-петербургский стиль архитектуры. Тоже это немножко как будто парадоксально, но это очень интересно. Она находится, эта резиденция, за городом. 14 километров от центра Бухары. Мы тоже ее показываем обязательно туристам, потому что место такое выдающееся. И после этого едем в Хиву. Хива это у нас заключительный город по программе. Если не считать Ургенча, откуда просто идет вылет и там экскурсии нет. То есть Хива у нас, она целиком сохранилась внутри крепостной стены. Вот эта вот крепость называется Ичан-Кала, что переводится внутренний город. И вот все, что вы видите сейчас на фотографиях, это все внутри крепостной стены находится. Ну, в Хиве очень много разных объектов. Обычно их смотрят все комплексно. Причем можно даже залезть на крепостную стену Хивы и пройти по периметру. Это особенно любят делать фотографы, такие заядлые. Потому что можно найти самое лучшее освещение таким образом. То есть с четырех сторон обойти все объекты, минареты, сфотографировать так, чтобы было максимально такое вот хорошее солнце, как говорится. На первом фото левом вы видите самый высокий исторический минарет Узбекистана. Называется он Ислам Хаджа, этот минарет, 57 метров высотой. Значит, на центральном фото вы видите, на центральном и на нижнем фото в центре вы видите другой минарет, который планировался еще выше. В 19 веке, в конце 19 века планировали построить самый высокий в мире минарет. Он должен был быть по примерным расчетам около 90 метров высотой. Но достроили только до 28 метров этот минарет и бросили. Есть две версии. По одной версии сам правитель умер, по другой версии сбежал строитель, потому что знал, что его казнят потом, чтобы он никому больше не построил что-то подобное. То есть в итоге вместо 90 метров мы имеем 28 метров, но тем не менее зато единственный в стране полностью облицованный плиткой, майоликой такой вот недостроенный минарет. Тоже один из символов хивы. Называется он кольта минор, что означает короткий минарет. То есть хива, она вся старинная. По ней гуляешь, полное ощущение, что попал в какой-то машине времени назад. Хива вообще, конечно, больше сам город Хива, чем вот эта крепость. То есть вокруг там уже более современный город. Но в целом туристы, конечно, в основном гуляют и живут часто тоже внутри именно крепостных стен, что придает еще вот этого вот эффекта, как будто ты попал в какую-то старину. На последнем фото, правое нижнее, это у нас хивинский национальный такой вот головной убор. Называется Тельпек. Немножко похож на кавказскую шапку. Это вообще не только хивинская, это туркменская шапка. Но в Хиве их огромное количество на каждой улице. То есть это тоже как сувенир покупают. Можно просто надеть и сфотографироваться. Тоже туристы очень любят все вместе фотографироваться вот в этих Тельпеках. Вот такая программа. После этого у нас переезд в Ургенч. 35 километров, полчаса езды. И туристы улетают домой. Теперь немножко таких уже технических деталей. Значит, наш партнер авиакомпании Узбекиста Нейрвейс. Эти туры у нас блочные. Мы берем гарантированные места на каждый тур, на каждую дату, которую вы видели на втором слайде. И вот немножко про нашего партнера Узбекиста Нейрвейс. Немножко статистики. Значит, более 30 лет летают уже. Более 30 лет. Более 40 воздушных судов, 50 городов. Летает 20 городов России. И 11 международных аэропортов в Узбекистане. Кроме того, хочу еще добавить, что Узбекистан Нейрвейс – одно из лучших бортовых питаний вообще из всех авиакомпаний в СНГ и даже, может быть, в Евразии. То есть все у нас гости отмечают, что кормят на борту Узбекистан Нейрвейс просто исключительно. Это мы слышим и от англичан, и от австралийцев, и от немцев, и от россиян. То есть они вот берут этим, что у них хорошее питание на борту. Ну и в целом современные комфортные самолеты, аэробусы, боинги. То есть авиакомпания серьезная, следит за своим штатом, следит за своими самолетами. Ну, в общем, на сегодняшний день это лучшее, что мы имеем. У нас сейчас появились еще некоторые частные авиакомпании, небольшие, то есть до пяти самолетов. Но пока, вот объективно, если сравнивать, по уровню сервиса они пока не дотягивают. То есть Узбекистан Нейрвейс как был номер один, так и остался номер один. И мы не просто с ними сотрудничаем, у нас, можно сказать, стратегическое партнерство. То есть мы с ними делаем и чартеры за границу, то есть наша компания по отправке. То есть это такой наш добрый друг и хороший генеральный партнер. Это что касается авиакомпании. Немножко расскажу, что входит у нас в стоимость программы. Значит, первого-наперво отели. Отели мы используем три звезды, либо бутик-отели. В Узбекистане система звезд такая специфическая, как и во многих странах Азии. То есть они не всегда соответствуют европейским звездам. Но иногда это получается в лучшую сторону. То есть у нас иногда гости приезжают и говорят, слушайте, три звезды, а мы бы и все четыре дали этому отелю, хороший отель. Мы свои отели, которые используем здесь для гарантированных туров, мы сами ездим каждый год на инспекцию. Мы проверяем, мы сами в них живем. Здесь вот то, что показано, это не все, конечно, отели, это только некоторые, ну то есть как образцы. На самом деле у нас выбрано 4-5 отелей в каждом городе, и вот мы с ними сотрудничаем именно по этим блочным турам. Причем в Ташкенте и Самарканде мы больше используем такие крупные отели, более современного типа. То есть разный стиль оформления комнат. В Ташкенте и в Самарканде более современные. А в Бухаре и в Хиве мы стараемся более такой традиционный стиль использовать. То есть чтобы не было контраста у человека, чтобы он мог вернуться с экскурсии по старому городу и не в какой-то хай-тек отель при этом зайти, а в отель, который декорирован примерно как этот самый старый город. Чтобы вот эта атмосфера старины, она оставалась, чтобы полное ощущение было. Специально вот подбираем такие отели. Вот это что касается отелей. Значит во всех отелях включены завтраки, проживание, завтраки. По умолчанию у нас размещение в двухместных номерах. Одноместное предоставляем за дополнительную плату, трехместные номера по запросу. Они есть, в некоторых отелях нету, в некоторых есть. Ну то есть если у вас запрос на трипл, то отправляйте заявку, рассмотрим. Теперь транспорт. Мы используем современный, такой комфортный транспорт туристического класса. Проверяем, везде есть кондиционеры, везде у нас опытные водители со стажем. Водители знают, куда везти. Водители умеют работать с туристами. То есть это даже если, например, мы используем легковой автомобиль или мини-автобус, это не будет просто как какие-то таксисты, которые просто хотят срубить денег. Нет, у нас мы работаем с транспортными компаниями, которые конкретно специализируются на туристах. Которые не просто занимаются перевозками кого попало, а именно работают с туристами. То есть мы с ними работаем уже не первый год, мы их знаем, они нас знают, и мы, в общем, уверены в том, что они нам дают. То есть если мы запрашиваем, например, мини-бус Mercedes Sprinter, мы знаем, что это будет хороший, нормальный, современный, с опытным водителем, и что он не заблудится, что все будет в целости и сохранности. Теперь то, что вы видите здесь, количество человек указанных, это у нас не максимальная, конечно, вместимость, это у нас комфортная вместимость. То есть мы стараемся, чтобы гостям внутри нашего транспорта было комфортно, и самое главное, чтобы поместились чемоданы. Потому что, например, укороченный автобус U-Tong, в нем 35 мест. Но если вы туда посадите хотя бы 25 человек, то где-то 5-6 чемоданов придется ставить в проход, потому что просто они не поместятся в багажное отделение укороченного автобуса. У нас мы это все учитываем. То есть, да, некоторые компании стараются прямо вот под завязку загрузить. Нет, мы стараемся размещать наших гостей в транспорте так, чтобы им было комфортно сидеть, и чтобы все чемоданы помещались в багажное отделение. Гиды. Мы используем профессиональных гидов с стажем работы и с хорошим русским языком. На самом деле вопрос довольно актуальный, потому что сейчас гостей с России много, гидов не очень много. И мы разговариваем с гидами, мы их тестируем, мы проверяем знание языка, мы проверяем знание объектов, истории. У нас идет, смотрите, разделение. Значит, если у нас группа совсем маленькая, то есть 3-4 человека, у нас это уже гарантированный тур будет в любом случае, с 3-х человек начиная, как я сказал. Но у нас при группе 3-4 человека гиды будут локальные. Это значит, что они будут приходить утром на экскурсию, проводить полностью экскурсию в городе и вечером просто уходить. Между городами туристы будут ехать только с водителем. В группе, начиная от 5 человек, там уже идут у нас гиды, сопровождающие на весь маршрут. Но я могу вам сказать, что на все вот эти даты, которые вы видели, у нас уже забронированы гиды, сопровождающие. То есть мы готовы принять полную группу по каждой дате. Просто если мы видим, например, что на какую-то дату набралось 3 человека, в этом случае мы отменяем сопровождающего и меняем его на локальных гидов в каждом городе. От этого, в общем-то, программа не страдает, потому что если это микрогруппа 3 человека, то вполне достаточно, чтобы на переездах с ними был водитель. Вот что касается гидов. А, еще одну вещь замечу. Значит, у нас входят, конечно же, входные билеты на все объекты, которые перечислены в программе. Почему это важно? Есть тоже много фирм, которые не включают входные билеты. И гости вынуждены в разгар дня, в разгар экскурсии стоять в очереди, на свои деньги покупать билеты. Это долго, это сложно. То есть это все у нас решено. Мы работаем по ваучерам. У нас есть специальные ваучеры. Нам не нужно стоять в этих очередях, покупать эти пачки билетов. То есть это ускоряет процесс, потому что сентябрь-октябрь, особенно, если что касается осенних групп, очень много туристов в городах, очень много. И если билеты не включены, то очень много времени занимает вот эти все очереди, пока ты зайдешь на каждый объект. Поэтому мы тоже стараемся, чтобы нашим гостям было комфортно, и мы это уже все включили. Теперь по поводу питания. Мы используем рестораны, которые вы видите. Но это, опять же, только некоторые примеры. Мы сами тоже ездим в эти рестораны. Мы там стараемся обедать иногда, проверочно. То есть это проверенные у нас места. Рестораны мы используем для обедов. И у московских групп для первого ужина. Причем в Ташкенте мы обычно ведем на обед в центр плова. У нас два разных центра плова есть, либо в один, либо в другой. Почему именно туда? Гостям очень нравится смотреть, как готовят плов. Там разрешают туристам прямо подходить к казану. Там огромные казаны, то есть котлы. Огромного размера, их там несколько. И можно прям весь процесс приготовления плова наблюдать. И фотографировать можно, всякие комментарии делать можно. В общем, гостям очень нравится это все. А потом этот же плов им подают к столу. Мы в основном используем рестораны национальной кухни. Есть, конечно, в Узбекистане рестораны европейской кухни, особенно в Ташкенте, Самарканде. Но так как человек едет сюда все-таки за восточной экзотикой, за вот этой вот культурой, за кухней, мы, конечно, стараемся в основном кормить блюдами национальной кухни. Тем более, что она у нас очень разнообразная, много очень вкусных блюд. И если вдруг туристы хотят поесть европейской кухни, то у них же как раз свободное время вечером, они могут себе на ужин найти ресторан с европейской кухней. А на обеды мы кормим именно национальными блюдами. По поводу вегетарианцев, можем тоже организовать. Ну, в плане плова, конечно, чуть сложнее, но в других местах, да, мы организовываем вегетарианское питание. Просто нам нужно это знать заранее, то есть, когда подаете заявку, сразу нужно указывать. Вот здесь в группе, здесь у нас, например, один вегетарианец, здесь два вегетарианца. Мы будем сразу с ними договариваться. То есть, уже давно прошло то время, когда сильно удивлялись, что кто-то может не есть мясо. Сейчас уже наши рестораны это все знают, уже сталкивались с этим неоднократно. То есть, они уже научились готовить блюда без мяса на заказ. Просто это нужно делать заранее. Это вот что касается питания. Ну и немножко вот, собственно, наши национальные блюда. Плов. Блюдо номер один. Он у нас разный в каждом городе. Ну, так как я, например, живу в Ташкенте, мне больше нравится ташкентский плов. Но самаркандский тоже очень интересный. И бухарский, и хивинский. То есть, в каждом городе есть свой вид плова. Он свой и по ингредиентам, он свой и по виду приготовления, и по вкусу, и по всему. Например, вот в Бухаре более такой диетический плов. В Ташкенте он такой вот более жирный. Ну и, например, там горошек используют только в ташкентском плове. Например, в самаркандском не используют. Ну, помимо этого есть очень много разных блюд. Вот здесь вот только малую часть мы показали. Вот супы есть, лагман есть. Ну, лагман что-то вроде вермишели, спагетти. Есть кухня конкретных регионов. Вот, например, вы видите Тухумбарак. Это кухня конкретно хивинского региона Хорезма. Такие что-то вроде вареников с яйцом. Есть различные самса, пирожки, салаты. В общем, узбекская кухня, если начать в этот вопрос вдаваться, там огромное количество очень вкусных блюд. Поэтому вот мы стараемся максимально показать именно разные блюда гостям. То есть не будет такого, что одно и то же блюдо во всех городах, за исключением разве что плова, который мы хотя бы два раза в разных городах готовим, чтобы именно почувствовать разницу. Вот, например, вам ташкентский плов, а вот вам бухарский плов. Вот почувствуйте, какой вам больше нравится. Вот посмотрите, сравните. А в других местах мы уже стараемся другие блюда гостям подать. В чем еще отличие, например, осенних туров от весенних? Весной, конечно, цветы, все цветет, все зеленое, зато осенью вот такой вот красивый урожай у нас. То есть можно буквально объедаться арбузами, дынями, яблоками, виноградом, айвой и так далее. Иногда у нас даже туристы, бывает, просто покупают себе на базаре вот все это разнообразие и вечером даже не идут ужинать, а просто кушают вот фрукты и арбузы дыни. То есть у нас как раз это все поспевает вот к нашим осенним программам. И вкусно, и ярко, и много. И самое главное, что очень доступные цены, потому что все это у нас растет здесь. Это все наши традиционные, скажем так, фрукты и бахчевые культуры. То есть это будет явно дешевле, чем гости привыкли у себя в городе. Например, там те же самые узбекские арбузы, вот это получается, вы прилетели на их родину. Можете их здесь попробовать уже по самым таким доступным ценам. Еще немножко про шоппинг. Конечно, у нас есть современные торговые центры, особенно это в Ташкенте, их несколько у нас. Недавно открылся у нас Ташкент-Сити-Молл. Это прямо в самом центре, в Ташкент-Сити. Огромный торговый центр. Есть у нас еще один торговый центр, Самаркан-Дер-Ваза, тоже в Ташкенте. Но, опять же, вряд ли это прям будет так интересно людям, у которых в городе тоже хватает торговых центров. Поэтому вот слайд-шоппинг тут немножко вот не про обычные торговые центры, а про что-то такое вот с восточным колоритом. Про Ташкент я уже рассказывал. Это базар Чорсу. Кстати, вот так он выглядит снаружи. Это в советское время такой купол построен, такая смесь такого модернизма и восточных каких-то архитектурных традиций. Такой вот купол построен. Вот под ним как раз продаются все вот эти орешки, сладости. То есть там огромное помещение внутри, тоже такое колоритное. В Самарканде это Сиапский базар, я про него уже рассказывал. В Бухаре и в Хиве нету таких крупных базаров знаменитых, но там очень много есть маленьких таких лавочек, торговых куполов. Торговые купола в Бухаре это прям отдельный такой вот разговор. То есть там, начиная со средних веков, под этими куполами торговали разными товарами. Причем там есть, например, где больше ювелирными товарами торговали, а есть где больше, например, ткацкой продукции торговали. Сейчас, конечно, такого уже разделения нету, но торговля там по-прежнему идет. То есть в Бухаре и в Хиве больше возможностей именно купить сувениры, купить какие-то подарки для своих родных. Очень много всего такого. Конечно же, гид тоже покажет, расскажет, где стоит покупать, где не стоит. Понятно, что есть более дорогие места, где вот под теми же торговыми куполами, например, там дорого, там покупать не стоит, потому что там наценка идет. То есть гид, если гид, сопровождающий с группой едет, он в любом случае будет подсказывать, где что можно сделать, чтобы не так дорого купить. Это что касается шоппинга. Ну вот, такой у нас продукт на эту осень. И буквально два слова еще про нашу компанию. Наша компания MySealCrowed – это часть холдинга Prestige Travel, который был основан в 2018 году. У нас есть собственные офисы в трех странах – Узбекистан, Азербайджан и Вьетнам. Как я уже говорил, мы очень хорошо сотрудничаем с нашей авиакомпанией Узбекистан Airways. Мы делаем чартерные перелеты. То есть Prestige Travel занимается отправкой граждан Узбекистана за границу и делают чартерные перелеты в разные страны. Все это достаточно широко поставлено. В Ташкенте у нас уже есть три офиса. И планируется вот еще офис в Грузии, офис в Китае. Ну вот, немножко про нашу компанию. У нас более 40 сотрудников. Мы дружная команда. MySealCrowed занимается именно приемом. То есть вот этот тур «Магический Узбекистан» делаем именно мы, как дочерняя компания Prestige Travel, MySealCrowed. И добро пожаловать в Узбекистан. Я надеюсь, вам понравился вебинар. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите. Сейчас как раз сразу и обсудим. Максим, большое спасибо за информацию. Как всегда, все интересно. Я уже не первый раз на вебинаре присутствую. Но, тем не менее, всегда интересно прослушать. И вообще замечательная, очень красивая страна. Спасибо. И, конечно, мы рады, что OneTouch сотрудничает с такой компанией, что наши уверены в приеме наших туристов. Коллеги, у нас есть минуточка. Вы можете задать забросы в чате. Спрашивали про запись. Запись вебинара будет, конечно. Уже говорила об этом в начале. Она будет выложена в наших социальных сетях, в YouTube и в YouTube. Я думаю, что завтра уже должна быть выложена. Если вдруг не знаете, как нас найти, напишите, я вам подскажу. Кому нужна презентация, также с радостью поделимся. Можете также написать на адрес агентского отдела agencysobachka.onetouch.travel и я отправлю вам все материалы. Ну что ж, коллеги, смотрю слова благодарности Максиму. Я к ним присоединяюсь. Если вопросы появятся у вас позже, всегда можете задать их нам, компании OneTouch Travel, и мы уточним все нюансы, которые у вас возникнут в процессе работы. На этом тогда прощаемся с вами. Желаем вам чудесного продолжения рабочего дня и ждем вас на последующих вебинарах компании OneTouch Travel. Оно будет в каждой ссылке и в наших социальных сетях. Все, коллеги, всем большое спасибо. Всем до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok